Рассмотрим процесс построения кривого охлаждения для эфтектического сплава или эфтектического чугуна. Он содержит углерода 4,3%. Выше точки 1 существует только жидкая фаза, поскольку мы находимся выше линии ликвидус. Точка 1 лежит на линии ликвидус, значит при этой температуре должен начаться процесс кристаллизации. Кроме того, точка 1 лежит еще и на линии солидус, значит при этой же самой температуре кристаллизация должна завершиться. Еще точка 1 лежит на линии эфтектического превращения, значит в этой точке при этой температуре должна произойти эфтектическая реакция и образоваться эфтектика или ледебурит. На кривое охлаждение в данной точке при данной температуре будет площадка, поскольку система в точке С на линии эфтектического превращения будет нон-вариантной. Число степеней свободы будет равно нулю. Число фаз 3, число компонентов 2 мы получаем по формуле, 2 минус 3 плюс 1 получаем 0. То есть система нон-вариантная, значит эти три фазы могут существовать только при постоянной температуре. В итоге получается, что процесс эфтектический происходит только при постоянной температуре и температура не будет снижаться до тех пор, пока полностью весь процесс не завершится. В итоге в точке 1 полностью вся жидкая фаза кристаллизуется с образованием ледебурита. Далее охлаждается сплав до точки 2. В состав ледебурита входят аустенит и вторичный цементит. Цементит это химическое соединение, содержание углерода в нем постоянное, 6,67%. При охлаждении с ним ничего не происходит, он не распадается, просто охлаждается. А вот про аустенит мы знаем, что он имеет переменную растворимость углерода. Вот во время эфтектического превращения аустенит содержит 2,14% углерода. Но при снижении температуры растворимость углерода в аустените снижается, и в точке 2 на линии ПСК может раствориться углерода в аустените всего лишь 0,8%. Поэтому при охлаждении от точки 1 до точки 2 избыточный углерод будет из аустенита выделяться, то есть аустенит будет частично распадаться. И будет образовываться фаза, которая богата углеродом, то есть цементит. В данном случае цементит будет вторичным, так как выделяется из аустенита. На линии ПСК в точке 2 происходит эфтектоидная реакция. Аустенит содержит 0,8% углерода, что необходимо для осуществления эфтектоидного превращения. Весь аустенит превращается в перлит. Процесс этот также идет при постоянной температуре. На кривое охлаждение у нас площадка, поскольку в данный момент система нон-вариантная. Далее при охлаждении сплава от точки 2 до точки 3 выделяется цементит ретичный из феррита за счет снижения растворимости углерода в феррите. И сплав этот при комнатной температуре будет иметь структуру лидибурита. То есть мы будем наблюдать в микроскоп только лидибурит. Рассмотрим кривое охлаждение до эфтектического чугуна. Например, содержание углерода 3%. Выше точки 1 сплав находится в жидком состоянии, то есть присутствует только жидкая фаза. Между точкой 1 и 2 происходит кристаллизация, то есть присутствует одновременно и жидкая фаза, и твердая фаза аустенит. В точке 2 полностью процесс кристаллизации должен завершиться, так как точка 2 лежит на линии солидус. И вся оставшаяся жидкая фаза, она содержит 4-3% углерода, она превращается в лидибурит. То есть происходит эфтектическое превращение. Отличие от эфтектического сплава в том, что в эфтектическом сплаве полностью весь, вся жидкая фаза превратилась в лидибурит, так как углерода в ней уже было 4-3%. В до-эфтектическом чугуне углерода меньше было в жидкой фазе, 3%. Поэтому на участке 1 и 2 выделялась фаза аустенита для того, чтобы повысить содержание углерода в оставшейся жидкой фазе. Поэтому лидибурит будет не 100% объема этого сплава занимать. Часть железа и углерода уйдет на образование аустенита. То есть лидибурита в данном сплаве будет меньше, чем в эфтектическом чугуне. Далее от точки 2 до точки 3 у нас выделяется углерод из аустенита за счет снижения растворимости в нем при охлаждении. Углерод выделяется в виде вторичного цементита. Чем мы ближе к точке 3, тем будет больше выделено вторичного цементита. В итоге к точке 3 к линии эфтектоидного превращения в аустените осталось только 0,8% углерода. И в точке 3 происходит эфтектоидная реакция. То есть образуется перлит, перлитное превращение. Мы видим также площадку, поскольку система нон-вариантна, процесс этот идет при постоянной температуре. Далее при охлаждении от точки 3 до точки 4 у нас аналогичный процесс происходит. Из-за снижения растворимости углерода в феррите выделяется цементит третичный. Поэтому структура данного сплава при комнатной температуре будет ледибурит, перлит и вторичный цементит. Рассмотрим кривое охлаждение заэфтектического чугуна. То есть сплава с содержанием углерода выше 4,3% углерода. Выше точки 1 существует только жидкая фаза, поскольку мы находимся выше линии ликвидус. В точке 1 начинается кристаллизация. В точке 2 она должна завершиться с образованием эфтектики. Мы видим, что у нас сплав содержит углерода больше, чем 4,3% углерода. То есть жидкая фаза пересвищена углеродом. А на линии ЕЦФ она должна содержать только 4,3%, чтобы образовалась эфтектика. Куда же должен деться лишний углерод? Между точкой 1 и 2 происходит выделение из лишнего углерода в виде цементита первичного. В итоге, чем ближе мы к точке 2, тем больше первичного цементита будет выделено. А в точке 2 у нас жидкая фаза останется с содержанием углерода 4,3%, что как раз и необходимо для образования эфтектики, то есть лидибурита. В точке 2 образуется эфтектика, лидибурит. Мы видим площадку, поскольку система нон-вариантная. Далее процесс аналогичен всем предыдущим чугунам. При охлаждении аустенита, который входит в состав лидибурита, за счет снижения растворимости углерода при понижении температуры, будет выделяться вторичный цементит. В точке 3 будет происходить эфтектоидное превращение, будет образовываться перлит, также будет площадка. И при охлаждении от точки 3 до точки 4 будет выделяться цементит третичный из феррита за счет снижения растворимости углерода в нем при понижении температуры. Такой сплав будет иметь при комнатной температуре структуру лидибурита и первичного цементита, иглоперевичного цементита. Первичный цементит, который выделялся в верхней области диаграммы, в области С, Д, Ф между точками 1 и 2. Необходимо отметить также, что если мы рассматриваем несколько сплавов, например, заэфтектических, то чем мы дальше от эфтектического сплава, то есть чем больше он содержит углерода, тем больше в его составе будет присутствовать первичного цементита. То есть на микроструктуре эти иглы будут, иглы цементита будут больше. Еще на что стоит обратить внимание. Вы видите, что температура окончания кристаллизации у чугунов ниже, чем у сталей. В связи с этим чугуны имеют хорошие литейные свойства. То есть лучшую жидкотекучесть, меньшую усадку при кристаллизации, меньшую поглощаемость газов. Но содержат чугуны по сравнению со сталями больше цементита, вследствие чего они обладают практически нулевой пластичностью. Поэтому изделия из чугунов можно получать только литьем. Обработке давлением они не подвергаются из-за низкой пластичности. Продолжение следует...